После полета всегда очень большие впечатления и люди пишут об этом и рассказывают с большим интерес. Вот Ансари, она проводила экскурсию и сама все пыталась суметь сделать и понять. Она пыталась понимать все в шаттле и пыталась делать все в себе, но это не так легко. Система обеспечения жизнедеятельности, Life Support Systems, очень большая и хорошо разработана. Мы можем получать воду из атмосферы с помощью кондиционирования. Получаем практически из воздуха 98% воды. Кроме того мы вырабатываем с помощью гидролиза воды, вырабатываем кислород и удаляем водород. Снова Аравия, Красное море. Вот агрошаемые земли. Это круглые поля. Вот из конденсата получаем воду. Это система для подогрева воды. Это система для подогрева воды. Вот чай. Это чай. Та? Оно, кофе. Кофе. Вот эти ёмкости с водой. Это вода. Еда очень разнообразная и очень вкусная. И мы обмениваемся странами своей пищи, и все довольны. И люди из разных странes меняют их, и все они получают огромные деньги из разных стран. Процент времени, который отводится для научных экспериментов, он не составляет больше, чем 10%. Немного, для научных экспериментов, они получили только 10% времени. Это не достаточно. Иногда сейчас мы перешли, вернее, сейчас мы перешли на полет шести человек на станции. У нас постоянно шесть человек. И сейчас в этой станции обычно 6 человек. Если прилетает еще 7 человек на шатте, получается 13 человек. И в общем бывает даже тесно. Иногда очень близко. Вот вода приобретает всегда форму шара. Это вода. В невесомости все очень быстро улетает, и нужно следить всегда за всеми вещами. Все время они пытаются решить разные вещи, потому что каждый раз они летают, сложно решить это. Майкл Аллегрия из НАСА. Это астрономия из НАСА. Вот видите, манипулятор, канадский манипулятор, который применяется для сборки станций. Это астрономия из Канадского манипулятора. Это манипулятор, и это может помочь строить эту станцию. Докинг. Спейсшип Союз. И вот очередной экипаж входит в станцию. Симони из Америки. Симони из Америки. Герчихин и Котов из России. Герчихин и Котов из России. 1 декабря очередной экипаж будет приземляться в Казахстан. 1 декабря следующий космонавт будет лендить. Три человека спустятся на Землю. Три человека вернулись на землю. Лимит спид. Там вот была картинка ограничения скорости полета. Потому что лимит спид. Космонавт не двигает так быстро, потому что это опасно. В каждой экспедиции. В каждой экспедиции, каждой компанией. Эмблема флота. Эмблема флота. Эмблема флота. Это мы называем символической деятельностью. Символик. Символик walk. Function. Это спальные мешки, в которых космонавты отдыхают. Это место для остальных. Вот люки в американском сегменте. Они, видите, квадратные. А в российском круглые. Вы видите разные дуги в американском и русском сегментах. Вот компьютерные панели. Компьютерные панели. Это внешняя сторона станции. Вот здесь станцию закрывали с внешней стороны несколькими панелями для того, чтобы защититься от нас. Вот скафандр Орлан готовится для выхода в космос. Это наш российский скафандр. Это российский скафандр. Спейс-сьют для EVA. Экстра-вэхилл-эктивити. Вот это костюм водяного охлаждения для того, чтобы снять повышенную температуру, когда энергетики много выделяется. Очередной шаттл летит и везет, видите, в своем грузовом отсеке везет оборудование для строительства. Следующий шаттл пришел к станции. И вы видите, что он двигает новое оборудование для строительства. Сейчас команда представила этот планер, потому что после уничтожения, это было новое оборудование, чтобы увидеть, что все это не хорошо. Ну, короче говоря, надо было посмотреть, все ли в порядке с плитками на шаттле. Перед посадкой он показывает себя. Вот ремонт, вот как раз сейчас вы видели ремонт. Это реновация шаттла, до того, чтобы снять. Это тоже часть экспериментов медицинских. Это медицинские эксперименты. Газообмен смотрится, работа, видите, кровяной системы. Вот так измеряется масса тела. Это веса космонавтов. Также различные эксперименты по двигательному аппарату. Другие экспериментальные исследования для того, как двигаются мышцы этих людей. Очередной союз. Вы видите, вот это радиокомплекс, антенны. Антенны для докинга, для докинга системы. Это союз. Малайзиан космонавты. Космонавт Маленченко from Russia. Космонавты много проводят уроков из космоса для детей. Это очень большой образовательный программ для детей из космоса. Космонавт Малайзиан космонавт Малайзиан космонавты. Вот взгляд со стороны. Это вид из изнутри станции. Сейчас практически станция уже построена. Остались небольшие доделки. И я должен сказать, что японский модуль Киба, джем Киба, работает уже в полном объеме. Теперь станция практически построена. Вы видите модуль Киба, который начинает работать на станции.